В поселках Прикубанского района идет капитальный ремонт ДК. В Мичуринском на днях завершили капитальный ремонт Центральной улицы. Капитальный ремонт и строительство дополнительных корпусов школа в Черкесск. Мониторинговая группа проверила, на каком этапе сейчас масштабная стройка. Земские вращи – люди с открытым сердцем. Программа НАСПроекта здравоохранения активно развивается в Карачаевой Черкесии. Медоиземских специалистов растут. Активный отдых, заряд бодрости и незабываемых впечатлений. Экскурсия на Дукинские озера – один из любимых маршрутов туристов. Здравствуйте! На телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия» в студии Дарья Тендит. В поселках Ударный и Мичуринский Прикубанского района в рамках нацпроекта «Культура» и региональной программы «Культурная среда» идет капитальный ремонт ДК. На какой стадии работы в поселке, носящем имя советского селекционера Ивана Мичурина, расскажет Алла Динаева. В 2000 году СПК «Мичуринский» нам передали безвозмездное это здание. Мы произвели ремонт своими средствами, косметический ремонт, без замены окон, без полов. Состояние, конечно, было ужасное. А в конце июня этого года начали капитальный ремонт Дома культуры поселка «Мичуринский» и уже перекрыли кровлю здания, установили стеклопакеты, заменили электропроводку и провели часть отделочных работ в помещениях ДК. Будет фасад отремонтирован, и внутри будет везде установлена плитка, отопление новое, душевые кабинки, будет установлена сцена, будет специальная танцевальная комната для детей, чтобы дети занимались, усовершенствовали свои навыки. И все эти работы строители планируют завершить к первому сентября. Добросовестно, учитывая все наши пожелания, трудятся они, говорит глава поселения. По благоустройству работы будут продолжены. Дорога, которая связывает центральную улицу ДК «Мичуринский», протяженностью 140 метров, шириной 6 метров, будет асфальтирована. Будет еще установлена детская площадка для детей. А на днях завершили капитальный ремонт центральной улицы поселка «Мичуринский», протяженностью 800 метров. Заасфальтировали центральную дорогу. Как начиналась эта история? История начиналась с посещения администрации Прикубанского района. Был на приеме у главы Карачаева-Черкесии Рашида Борисовича Темрезова. Так как он мне обещал сделать дорогу центральную нашу, которая соединяет школу, несколько соцобъектов, школу, администрацию и наш клуб. В общем, он мне пообещал. И в итоге вот у нас есть дорога. И очень хорошая. И не только дорога, а необходимости уличного освещения в поселке и детской площадке. Говорил на приеме главы республики житель Аслан Байрамуков. И на днях в поселке Мичуринский по поручению Рашида Темрезова начнут работы по проведению отдельной электролинии для уличного освещения. Скоро появится и детская площадка. Как здесь вам живется? Хорошо. Дорогу нам построили, дорогу сделали за 10 дней. А юные жители поселка Мичуринский Амира и Марат охотно делятся своим мнением с нашей съемочной группой. Песок покрыли. Потом тут асфальт сделали. Потом все засохло. Вот теперь такая дорога. На велике катаешься здесь? Я да. А раньше кататься на велике здесь? Ну, немного трудновато было. А сейчас? Нормально. А не страшно машину тут? Нет? Мне нет. А еще в этом году в поселке полностью заменили водопровод протяженностью 14 километров. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, поселок Мичуринский. Мониторинговая группа во главе с сенатором Российской Федерации Крымом Казаноковым посетили несколько образовательных учреждений, чтобы проверить реализацию программы капитального ремонта и строительства школ. На каком этапе находится стройка и какой объем работы уже выполнен, расскажет Майя Хамдохова. Еще немного и школьные летние каникулы останутся позади. Но лучшее, что могло оставить лето для обучающихся в образовательных учреждениях – это капитальный ремонт школ и строительство дополнительных корпусов. Масштабные ремонтные работы ведутся в нескольких школьных учреждениях Черкеска. Проверить качество выполняемых работ в двух образовательных организациях, а именно в гимназии номер 5 и 17, в рамках мониторинга объектов присоединилась группа, в составе которой сенатор Российской Федерации Крым-Казаноков, депутаты парламента Карачаева-Черкесии, представители профильных министерств, педагоги и родительский актив школы. Очень приятно, что в новых реализациях этого проекта уже учитывается и оснащение кухонной зоны, столовок, оснащение кабинетов, новое оборудование. Мы видим, что и коллектив школ очень рад тому, что этот объем работ уже ведется с учетом всех вот этих нововведений. Самый главный минус – это, конечно, те неудобства, которые испытывают ученики, когда их переселяют по разным школам. Здесь хотелось бы обратиться к родителям, попросить чуть набраться терпения, потому что без этого никак невозможно. По объектам выполненных работ в 5-й гимназии, где число обучающихся составляет до 200 тысяч учеников, штукатурная отделка и электрика выполнено более чем на 80%, говорит главный инженер по капитальному ремонту Рустам Шау. Кровельные работы закончены, вода уже идет. Осталось запустить отопление до наступления холодов. В 17-й гимназии полным ходом идет строительство дополнительного корпуса. По показателям подрядчиков, в это здание планируется заселить более 600 учеников, что позволит сократить количество детей, которые сейчас обучаются во вторую смену. Там же планируется поменять крышу и почти все окна, так как помещение находилось в плохом состоянии очень долгое время. Два корпуса уже крышей висит, лежит. На двух корпусах сделана электрика, уже сегодня приступают к штукатурке. Участники партийного контроля в ходе проверки отметили, что капремонт идет с небольшим опережением графика, что гарантирует срок сдачи объекта в установленную дату. Всего в рамках капитального ремонта отремонтировано 47 школ. Осталось 14 образовательных организаций, 6 из которых планируется сдать до конца года. Ну а главный вопрос, который волнует родителей, это школьное питание. В ходе мониторинга проанализированы организации и охват организованным горячим питанием всех категорий детей. По словам сенатора Крыма Казанокова, все неудобства в связи с переездами в другие школы во время учебы детей учитываются. В этом году в 7 районов Карачаева-Черкесии привлечены 13 врачей различных специальностей. Они уже заступили на пост и получили все положенные им выплаты. Об этом сообщил глава региона Рашид Семрезов. Президент России Владимир Путин всегда говорит о важности развития медицины населения и привлечения узких специалистов. С этой целью действует федеральная программа «Земский доктор», которая соответствует целям нацпроекта здравоохранения и разработана по поручению президента. В дополнение к федеральной единой выплате предусмотрено и региональное – 100 тысяч рублей. Всего в 2024 году планируется привлечь 19 высококвалифицированных медиков. Власти республики продолжают пополнять кадрами сельские медучреждения. Последний месяц – лето. Одни стремятся к морю, другие совершат экскурсии по местным достопримечательностям, которых в Карачаево-Черкесии очень много. Дукинские озера – один из любимых маршрутов туристов. Почему, расскажет Олиботашев. «Специальной подготовки не требуется. До точки назначения всего 5,5 километров», – говорит надпись на указателе. Долина Малой Дуки, где расположены озера, очень живописна в любое время года. Само слово «дука» переводится как «хребет». Дукинское урочище расположено на территории Архыского комплексного заказника. Первозданная природа манит туристов из всех уголков страны. Семья Насыровых приехали сюда из Астрахани. Ставим палатки, отдыхаем дикарями, выходим на трек походы дневные, готовим детей. День проходит крещение огнем. Все получается. Мне больше понравилось, что вчера мы ходили еще на рыбку в озеро. Так хорошо было все. Активный семейный отдых – это заряд бодрости и незабываемых впечатлений. И зимой, и летом, утверждает мама. Зима по-своему прекрасна, лето по-своему. Летом больше пеших. Вот мы любим пешие маршруты именно проходить зимой. Да, здесь сказка. Действительно сказка. Зимняя сказка. Желаю всем посетить здесь, побывать. Горы прекрасны в любое время. По дороге можно сделать привал. Напиться прохладной и чистой воды из горной речки и дальше в путь. Хорошо, если рядом будет тот, кто знает, куда идти. Перед нами гора сказка Артыза. У подножия этой горы находится озеро сказка. И с этого озера идет каскад водопада. По правую сторону идет перевал. И за перевалом уже находятся основные Аркасарские озера. То есть нижняя Аркасара и верхняя Аркасара. После перевала открывается величественная панорама гор, у подножия которых лежит снег. Самое малое озеро, которое встречается на пути, это Рыбка. Его форма напоминает силуэт рыбы. С июля по август здесь собираются десятки туристов. Следующее по набору высоты и первое перевечение среди озер – Аркасарская. Расположено на уровне 2500 метров. Имеет овальную форму. Его полностью окружают горы, потому здесь тихо и безветренно. Чуть меньше по размерам озера сказка Кавказа. Вода во всех водоемах поражает своей чистотой и прозрачностью. За последние 15 лет Валентина Устеменко из Волгоградской области приезжает сюда каждый год. Каждый раз приезжаю, наслаждаюсь красотой, набираюсь энергии. Хватает на год. А в следующее лето опять я здесь. Июля, август – идеальное время для похода к Дукинским озерам. Продолжительность похода, подъем и спуск могут занять весь день. Но впечатления от увиденного останутся на всю жизнь, говорят туристы. Далее в нашей программе интервью с нашей землячкой, проживающей на данный момент в Москве, Майей Барануковой. Майя – талантливый музыкант и одаренный преподаватель. Она лауреат многочисленных всероссийских конкурсов. О важности музыкального воспитания Майя Баранукова рассказала Белли Джозаевой.